Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, друзья! В понедельник ушедшей недели в Республике Беларусь был торжественно отмечен День Великой Победы и позволю себе в качестве послевкусия поделиться, как говорится, мыслями вслух. Действительно, праздник победы советского народа в Великой Отечественной войне именно сейчас стратегически важен. И не только белорусам, но и всем бывшим советским республикам, если мы хотим жить. Именно сейчас, когда нацизм пытается взять реванш за Великую Отечественную войну и отомстить народу-победителю, отомстить, методично порабощая его по усовершенствованному плану Ост, устроить голод, стравить брата на брата, использовать славянских детей как доноров, использовать граждан как прислугу, а человека лишь человеческой природы. Ведь это мы видим и сегодня. Так может, праздник победы вновь пробудет в нас зов братства и товарищества? Пусть нашим ответом наступления нацизма будет всеобщее празднование народного праздника и дальше, Дня Победы, празднование во свидетельство, что мы не забыли подвиг предков, Мы не забыли смертей миллионов невинных людей и не стерт из памяти звериный оскал арийцев. Мы достойные дети и внуки наших героев. Мы – наследники победы. И мы, как они, будем защищать наши ценности вместе. Сила наших народов в том, что не мыслим мы себя как избранных, но как единство равноправных народов. И мы понимаем, что сила только в товариществе и соборности. Праздник Победы теперь напоминает нам не о цене, заплаченной за мир, не даже о самом мире, который лучше худой войны. Он бьет в набат. Когда приходит время защищать свои ценности – Христа и Отечества, нужно подняться на их защиту, подобно нашим предкам. Нужно перестать манерно жевать французскую булку, если плата за них Родина и осознанно выбрать ржаной хлеб. Великая Победа 1945 года стала реальностью благодаря пробуждению народного духа и веры. Этот победоносный день навсегда в сознании верующих славян связан с Пасхой. Поэтому этот праздник напоминает нам и о том, что победа не только в оружии, но в силе веры и в благой вести, что Христос воскрес и победил смерть и разрушил ад. Эта весть всегда раздражала тех, кто стремился весь мир превратить в ад. Поэтому и тогда Великая Победа над нацизмом стала больше, чем защита Отечества. Она стала защитой человечества, ибо нацизм антигуманен. И это хорошо видно сегодня на примере сопредельных стран. И мне вот на ум пришло стихотворение Роберта Рождественского о маленьком человеке. На земле безжалостно маленькой жил, да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Каждый год 9 мая в крипте храма-памятник ранним утром совершается божественная литургия. Таинственно приносится бескромная жертва Христа во имя спасения человечества. Мы молимся и о павших, принесших свою жизнь в жертву, как о вечно живых у Бога, и просим умудрить нас, укрепить нас и дать четкое понимание, где добро и где зло, чтобы принимать верные решения и ту сторону, на которой Господь. чтобы мы, как наши предки-воины по духу, встречая ложь и зло, смерть и ад, смотрели им прямо в глаза и смели сказать, «С нами Бог и Христос воскресе!» Воистину воскресе Христос!